Где выражать недовольство работой чиновников? Конечно же на выборах. Именно такая возможность у жителей региона появилась 10 сентября. В Иркутской области состоялся единый день голосования. А вот только воспользовались этим шансом далеко не все. Почему, узнал Павел Марчуков. Под стеллажом с баскетбольными мячами выбирают будущее. Здесь, в поселке Дзержинск Иркутского района, проходят выборы главы населенного пункта, а также депутатов местной думы. Все, как и в других более чем 200 муниципалитетах по всему региону, чтобы желающие смогли выполнить свой гражданский долг, избирательный участок разместили в спортзале местной школы. Не обошлось и без очередей. У нас нынче появилось много людей в дополнительных списках, потому что появился современник и появились миловиды. Потому, может быть, идет и такое наслоение. А, то есть, к вам-то пяти и новичные пункты, да? Да. Явка сегодня просто произошла все ожидания. Народ идет голосовать, скорее всего, именно за главу. Одну из двух. Либо хотят выбрать нового, либо все-таки оставить старого. Высокая явка в Дзержинске скорее исключение, поскольку в среднем по всему региону проголосовало примерно 30% избирателей. Сказался, неудобный для жителей день. В разгаре – кампания по сбору урожая. Если сравнивать эту явку с выборами 2014 года, то она подросла. Тогда было 26%. То есть, вот этот вот рост на 3, получается, процента или около 3% – это все-таки положительная динамика. Ну, а где есть положительная динамика, там есть какой-то повод для оптимизма. Хотя, скажем прямо, какого-то такого существенного перелома в гражданской активности граждан не произошло на этих выборах. Однако, чрезмерную активность проявили некоторые кандидаты. Подали заявки на выборы сразу в нескольких населенных пунктах. Рекорд принадлежит молодому человеку из Иркутска. Он зарегистрировал свою кандидатуру сразу в 49 муниципальных образованиях. И такой подход помог трем претендентам стать депутатами в двух поселках одновременно. Поэтому с определенной долей вероятности могут назначить дополнительные выборы. За что платить им придется уже из своего кармана. Если будет принято решение о проведении дополнительных выборов, то расходы по их проведению будут отнесены на счет этих вот. То есть сначала выборы будут проведены, все подсчитано, финансовый отчет сдан. А потом эта сумма будет в судебном порядке предъявлена товарищам. Эта избирательная кампания показала, в первую очередь выборы интересны кандидатам. А вот для населения голосование пока скорее повинность, чем желание изменить нашу жизнь. Павел Марчков, Виталий Притолчин. Новости по будням.